...кто-то нет, тем не менее, я впервые выступаю на Development Process Community, потому я, собственно, не до конца знал, о чем именно вам лучше рассказывать. Моя презентация такая, половина на половину. Половина я вам расскажу предысторию наших исследований. Ну, собственно, из названия вы видите. Я работал с Crucible API для решения вполне себе конкретных задач. Вот, я расскажу вам предысторию, почему и вот зачем я это делал, и плюс сегодня будет демо такого небольшого тула, который, собственно, решает поставленные перед мной задачки. О них я вам тоже расскажу. Хорошо. Так вот, как все началось? Давным-давно пришел мой архитектор. Я, ну, да, немножко о себе, опять же, я работаю на проекте А, на очень абстрактном проекте, где работают абстрактные люди, которые делают абстрактные изменения в абстрактном коде. Однажды пришел мой архитектор и сказал, что есть такой замечательный инструмент, который называется Abileton Dashboard. Abileton Dashboard – это изобретение нашей компании, которая, вроде как, включает лучшие практики для того, чтобы создать и построить оптимальный SDLC. Вот, ну, для достижения конкретных целей, для разработки софтвара, в частности, для нас. Вот. Это была идея нашей компании, и сейчас этот продукт, он уже существует. Ну, как бы лозунгом, лозунгом для начала этой работы было все, что можно измерить, можно оптимизировать. Но это, как бы так сказать, он и лозунг, и предупреждение одновременно. Потому что, ну, я думаю, те люди, все люди, которые сталкивались с такими вещами, как параметры, ну, метрики качества кода, да, и вообще метрики, которые описывают состояние вашего кода. Одна из таких самых распространенных метрик – это количество строк кода. Ну, то есть, если, если оценивать эффективность в количестве строк кода, то обязательно найдется человек, который будет очень эффективным по сравнению с остальными, но от этого, а, код не станет лучше, б, эффективность можно оценивать крайне так сложно, с трудом. Так что это и девиз, и предупреждение. А. Вот. Про Abileton Dashboard. У нас есть страничка на конфлюенсе, которая описывает этот продукт. Вот, собственно, внизу вы видите ссылочку. Мой архитектор пришел ко мне и сказал, вот, так и так, мы хотим немножко автоматизировать некоторые процессы у нас на проекте. Я еще буду рассказывать о них более подробно чуть позже, но смысл в том, что мы хотим улучшать качество нашего продукта. Вот вы видите один из параметров, который, ну, который показывает этот самый Abileton Dashboard. Это Quality. В Quality входит множество всяких вещей. Ну, тут я уже более-менее подробно описываю, в принципе, все, что предлагает Abileton Dashboard. Это predictability, productivity, quality, эффективность, benchmarking и компризм, то есть для полноценной работы и для полноценной, собственно, для принятия обоснованных решений по поводу тех или иных вещей в проекте. Вот. Нас сегодня будет интересовать quality. Собственно, я думаю, каждый из нас с этим сталкивался, и, в принципе, это есть такой пункт на КАЕ, а именно quality-метрики. Я твой код, ты тебя не забыла, елки-палки, он забыл к тебе руку. Вот. Хорошо. Так, quality. Quality состоит из нескольких составляющих. Ну, в частности, вы слыхали о таком, как code coverage. Это очень такое большое и сложное составное понятие. Вот. Для того, чтобы, в принципе, оценить качество кода, то есть используются такие интегральные критерии. Для того, чтобы измерять code coverage, мы знаем, пишутся и винить тесты, да? Вот. Есть еще один инструмент, с помощью которого мы улучшаем coverage, но уже немножко другой. Ну, и, собственно, косвенно, таким образом, мы улучшаем качество кода. Это, как ни странно, Crucible. Здесь, вот сейчас, на страничке вы видите атласиновские инструменты, которые использует наша компания, в принципе. Довольно много из них. Вот вы видите, мы используем Conference, мы используем Jira, мы используем Fishy, и мы используем Crucible. Вот таким образом, собственно, ко мне пришло это задание. Нам нужно было написать нечто, что будет использовать данные с Crucible для того, чтобы оценить, как хорошо ревьювается код у нас на проекте. Вот. Ну, собственно, расширять Crucible можно несколькими путями. Вот родная атласиновская страничка, которая показывает, какие атласиновские продукты можно расширять. Ну, и ее вид меня немножко возмутил и расстроил, потому что, как бы, ну, здорово, Conference, Jira, а где же Crucible, где же Fishy, как бы, о них ни слова. Ну, не беда, потому что для Crucible девелопмента и Fishy девелопмента есть отдельная страничка, которую я вам покажу чуть позже. Собственно, на этой небольшой схемке вы видите, каким образом можно расширять Crucible и Fishy. То есть, вот мы видим правый нижний квадратик, прямоугольничек. Это у нас Fishy Crucible ядро, то есть весь функционал Fishy и Crucible сосредоточен здесь. Вверху мы видим UI, а также мы видим две точки, через которые можно взаимодействовать с Crucible. Это Java API и REST API. Вот. Ну, и, собственно, мы медленно, наверное, переходим к тому, как же работать с Crucible API. Это тема нашей сегодняшней, моей сегодняшней презентации. Первое. Самый верхний зеленый прямоугольничек – это Web Item Plugins. Я объединил его вместе с плагинс, которые в более широком понимании этого слова и добавил ссылочку. Давайте мы перейдем по ней. Что такое? Просто хочу, чтобы вы посмотрели на эту страничку. Вы видите, существуют разные типы плагинов к Crucible. Начиная от каких-то загружаемых ресурсов, там, всяких ивент-лисенеров, заканчивая веб-айтемами, такие как кнопочка или ссылочка или какое-то меню. Сразу кажется, что Crucible, так сказать, поражает разнообразием и дает возможность, мол, творить, на чем свет стоит. Но на самом деле, вот, чтобы создать какой-то плагин, который будет переводить вас на новую страничку, и чтобы на этой страничке что-то показывалось, вам придется использовать чуть ли не все вот это, что здесь написано. И это, скажем прямо, повергло меня в уныние, потому что как-то для того, чтобы всего-то, как передо мной ставили задачу, мне нужно просто собрать ревью, собрать коммиты, у которых нет ревью, ну и посмотреть их отношение ко всем коммитам. То есть, ну, для такой несложной в начале задачи творить что-то вот такое длинное и большое, это немножко печально. Следующий пункт, это третий зеленый квадратик сверху, прямоугольничек, гаджеты. Гаджеты уже нечто поинтереснее в плане, это уже более-менее полноценное приложение, причем делается оно как, ну, как какой-то один объект, а не кучка плагинов. Собственно, один из простейших примеров такого гаджета это расширение хрома. Да, расширение хрома, оно имеет некоторые преимущества в плане, что, ну, вы, в принципе, не должны заботиться об аутентификации, то есть, вы логинитесь, как обычно, в Crucible, а дальше ваш гаджет получает доступ к странице. И это уже явно лучше. Но и это показалось не тем, хотя я исследовал этот вопрос, но мой архитектор посоветовал мне последний вариант, это внешняя система или Standalone Application. Вот. Таким образом мы юзаем REST API для того, чтобы получать всю необходимую информацию с Fishy и Crucible. Как-то так. Собственно, Fishy и Crucible API, их, наверное, стоит говорить вместе, потому что и Fishy и Crucible поднимаются вместе, и, в принципе, они очень-очень связаны. Вот. Это API предоставляет нам возможности, ну, естественно, проверять чинжи в репозитории, получать список проектов Fishy и Crucible, а получать информацию о том, кто сделал изменение, ну, или о юзере конкретном, который зарегистрирован в Crucible. Искать ревью, основываясь на каком-то сложном критерии. Ну, вот это, наверное, стоило прочитать с восклицательной интонацией. Я поставил здесь восклицательный знак. На самом деле, очень весело получилось там. Об этом чуть позже. Ну, естественно, создавать и манипулировать уже созданными ревью. Из того, что мне понадобилось. Как ни странно, вот эти две ссылочки. Опять же, будет чуть дальше, я покажу вам. На самом деле, Crucible API довольно-таки многообразная, но при всем при этом оно весьма любопытное. Хорошо. Да, вот, особенным образом я выделил вот это самое поиск ревью, базируясь на каком-то сложном критерии. Вот страничка на свой собственный язык, как бы, query language, который FishEye изобрел для того, чтобы как-то серчить по списку ревью то, что вам нужно. Или, ну, наверное, более широкое понятие не только по ревью, а исследовать наборы коммитов, чейндж-сеты, мы их отличаем, ревизии. Один чейндж-сет может содержать несколько ревизий, одно ревью может содержать несколько чейндж-сетов, ну и так далее. То есть IQL вроде как позволяет нам очень-очень удобно и легко искать то, что нам нужно. Опять же, для решения моей задачи IQL, к сожалению, не пригодился. Но не потому, что он недостаточно богатыми средствами обладает, а потому что API, которое использует IQL, оно возвращает очень ограниченный набор параметров, да, результатов. Вот. Скажем так, не все поля, которые я хотел бы видеть, будут возвращены API. И вот это обидно, потому что IQL, возможно, и мог бы найти то, что мне нужно. Да невозможно, а он мог бы найти. Но API, которое использует внутри себя запрос, написанный на IQL, оно не может вернуть то, что нужно. А, да, вот, собственно, мы подошли к основе этой презентации, это REST API Crucible, ну или правильно сказать FISHI Crucible. Вот. Мы видим три разновидности. Ну, во-первых, это немножко такие урезанные ограниченные FIC.RU, которые предоставляют вам какие-то основные возможности, включая автентификацию, ну и там такой нехитрый-нехитрый перебор каких-то параметров по юзеру, по репозиториям, по ревью. Но это очень-очень, так сказать, поверхностно. Следующим идет FISHI. Вот, собственно, его я использовал активно. Да. Я покажу дальше. Для своего проекта я использовал несколько ссылок, в основном все FISHI и только одна из Crucible, ну, собственно, для получения списка ревью. Хорошо. Вот. И мы медленно, наверное, переходим, наверное, к второй части моего сегодняшнего демо, а именно моей сегодняшней презентации к дему. Медленно, наверное, мы подходим к дему. Я пока запущу приложение. Вот. И буду описывать вам цели, которые передо мной ставили. А, да. Должен был появиться вопрос. Ну, или теоретически он мог появиться. Как бы, ну, неужели вот не было до сих пор попыток написать инструмент, который бы позволял мониторить как-то глобально то, что происходит в Crucible? Вот, опять же, я рассказываю, ну, я так чувствую, что все здесь девелоперы или, по крайней мере, большинство. Все использовали Crucible в принципе, да? Crucible позволяет создать ревью, создать не одно ревью, создать несколько, как-то апдейтить эти ревью. Но, дело в том, что для менеджмента это немножко неудобно. Crucible оперирует, опять же, на уровне ревью. Для менеджмента был бы удобен другой тул, который все-таки позволяет оперировать на уровне юзер-стори или на уровне целого эпика. Вот это было бы действительно удобно для принятия решений. Тул, который позволяет отслеживать какую-никакую статистику по тому, что происходит в репозитории или что происходит вот в плане код-ревью, называется Review Coverage Report. И вот, собственно, перед вами скрин этого тула, который уже есть в Crucible. Это родной репортер. Но у него есть ряд недостатков. Ну, самый такой первый и основной, если вы присмотритесь на левый верхний угол, а именно вот этот вот такой себе виджет, где написано 49% of code is reviewed. Дело в том, что алгоритм, который подсчитывает количество кода проревьюванного, основывается на строках кода. И это немножко с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Почему? Потому что преимущество будет отдаваться действительно большим коммитам в плане, например, человек занимается рефакторингом. И человеку поставили задание просто переместить большой кусок кода из одного фолдера в другой. Соответственно, коммит будет очень большим. И от того, выложит ли этот человек свой коммит на ревью, ну, будет зависеть от того, будет зависеть, какой будет каверидж. Если человек выложил свой большой коммит на ревью, каверидж будет 99. При всем при том, что остальные люди, возможно, даже не отправляли свой код на ревью. Ну и с другой стороны, если человек не выложит свой большой коммит на ревью, то каверидж будет что-то там в районе нуля. При всем при том, что, может быть, остальные люди выкладывали свой код на ревью. Вот. Потому мне предложили имплементнуть commit-based алгоритм для подсчета кавериджа кода. Хорошо. Вот цели, которые передо мной ставили. Как я уже сказал, commit-based алгоритм. Мне нужно было посчитать каверидж-дефолт ветки, учитывая все ветки, которые были вмерджены в дефолт за определенный промежуток времени. Вот. Ну и таким образом, собственно, мне нужно было получать каверидж любой ветки. Хорошо. Здесь немножко о наших процессах, по которым работают на нашем проекте. Значит, смотрите. Совсем недавно, ну, наверное, в районе года, нам было предложено использовать так называемый branch process. Что это значит? Это значит, что все юзер-стори делаются в отдельных ветках. Все эпики, это тоже отдельные ветки. Вот они ответвляются от дефолта, и на основе них создаются все ветки, которые юзер-стори. Потом это все мерджется в единую эпик-ветку, и получается, эпик вливается в дефолт единым коммитом. Ну, на случай, если... Да не на случай, а, собственно, от нас требуют, чтобы мы отдавали юзеру готовый функционал, и не показывали что-то наполовину готовое. Вот таким образом есть возможность деливерить большие фичи с помощью branch development. Вот. В первом случае, который вы видите вот сейчас, например, вот у нас только одна ветка, здесь посчитать кавердж довольно легко. То есть мы просто берем и считаем отношения коммитов, у которых есть ревью, ко всем коммитам, сделанным за промежуток времени. В случае бы это уже сложнее сделать, когда у нас есть ветки. Как нам быть с ветками? Игнорировать их? Ну, уже как-то нехорошо, потому что их... Ну, если мы видим соотношение коммитов, то тут 50 на 50. 50% находятся в фиолетовой ветке, которой кавердж нам необходимо мерить. Еще 50% в синей и красной. Вот. Но, согласно нашему процессу, дерево коммитов должно выглядеть приблизительно вот таким образом. Собственно, то, что я рассказал. Development происходит в branch'ах. И единственный push, который возможен в дефолт ветку, это merge. Какой-то PBI, ну, которая в story ветке, или epic ветке. Вот. Ну, соответственно, подобный алгоритм и, собственно, подобный способ измерения каверджа, как никогда, актуальны именно для нашей команды, а для нашего проекта. Здесь вы видите диаграмму, которая описывает, как работает данный алгоритм. Ну, опять же, я рисовал это и для менеджеров в том числе, потому не знаю, стоит ли на этом задерживаться. Я думаю, кому интересно, тот сможет посмотреть это. Ну, смысл в том, что мы основываемся на принципе, что коммиты в фиша идут просто один за другим. То есть невозможно, чтобы они шли как-то одновременно несколько коммитов. Да, то есть мы просто перебираем их, начиная с конца, выявляем те, которые аффектят кавердж на нашей ветке, сохраняем, определяем, если это мердж. Да, вот тут, наверное, стоит остановиться. Мердж коммиты – это коммиты, которые, ну, которые, собственно, соединяют то, что мы надевелопали в ветках, с дефолтной главной веткой. Вот. Их мы обычно на левью не отправляем. И потому есть, вполне себе, есть смысл, чтобы эти коммиты, в принципе, исключить из подсчета каверджа. Да, и это, пожалуй, характерно и для предыдущего тула, который я показывал вам. То есть, может быть, может так случиться, что человек, ну, вот, например, третий, смотрим Individual Committer Stats, третий сверху, некий Джошуа, который накоммитил что-то в 884 строки и при этом не отправил на ревью. Может так случиться, что это просто был мердж коммит. Вот. Потому зря человека красненьким подсветили. Хорошо. Итак, согласно этому алгоритму, мерджи мы вырезаем, плюс Close Committer мы также вырезаем. Close Committer – это пустой коммит, который говорит о том, что ветка закрылась. Ну, собственно, все. А это, собственно, констраенты или, скажем так, недостатки, которым обладает прототип, написанный мною. Ну, во-первых, вот тут уже рассказ непосредственно о Crucible API. Как ни обидно, но ни один запрос из Crucible API, а я покажу вам одну вещь. Опять же, если мы посмотрим на страничку, может показаться, что Crucible API довольно-таки большое, разнообразное. Нет, не то. Да, точно, фишай. Crucible. Вот. Просто глядя на то, что нам показывает браузер, мы можем увидеть, что вух, езди разгуляться. Но на самом деле, из всего того, что вы здесь видите, я использовал раз, два, три, четыре ссылки. И это немножко обидно, потому что единственная ссылка, которая, в принципе, предоставляет необходимую информацию, это вот этот список, подробный список коммитов. Но ни один список не содержал полноценной информации. Поэтому мне приходилось отправлять дополнительные запросы. А именно на такие подробности, как отношения между коммитами. Ну, то есть, какой коммит, которому является парентом, какой кому чайлдом и так далее. Это для того, чтобы установить, собственно, для того, чтобы полноценно выделить ветку. Вот. Потому приложение, точнее, прототип, обладает следующими недостатками. Ну, во-первых, он отправляет количество запросов, равное количеству чейнджсетов, которые мы хотим проверить, плюс три. Вот. Это печально. На самом деле, это требует времени. Скажем так, для того, чтобы посмотреть статистику за день, ну, там буквально ждать не нужно. Для того, чтобы посмотреть за неделю, это уже займет какие-то там секунды. И это немножко обидно для приложения, ну, для такого user interactive приложения. Хотя изначально это писалось как джоба, так что, в принципе, нормально. В качестве джоби, джобы, данный прототип может работать. Вот. Ну, естественно, как типичный прототип, у этого нет никакого эррор-хендлинга. Хотя, возможно, это и не типично. Но, тем не менее, я не писал это по разным причинам, которые я расскажу чуть позже. Хорошо. Слабые точки. Ага. Да. Смотрите. Дело в том, что Crucible пытается защитить себя от оверлоудов. Каким образом? Учитывая, что количество чинжей в репозитории может быть просто огромным, он никогда не отдаст нам их все за раз. То есть, есть такая штука, как порционность данных. Таким образом, Crucible пытается себя обезопасить. Но, опять же, небольшая ремарка. Есть на свете запросы, которые не обладают подобными ограничениями. Так сказать, гайд для тех, кто хочет свалить Crucible одним сильным ударом. Вот. Ну и второе, это касается моего алгоритма, определения Close Commits. Close Commits, они ничем не отличаются от остальных. Вот. Ну, впоследствии, я думаю, мы просто не будем учитывать кавридж пустых комитов. Это учтено в line-based алгоритмах. Ну, будет впоследствии учтено и в этом. Хорошо. Да, данный прототип я демонстрировал Leadership. У Leadership мне заказал несколько добавок и обновлений. Ну, наверное, это характерно для менеджмента, который хочет видеть все и сразу. Я имплементнул все то, что они хотели. Вот. И мы медленно, но верно подходим уже именно к самому демо. Вы видите страничку, которая... Ну, которая одна из вкладок результатов, которая выдает мое приложение. Прототип. Вот. Собственно, мы можем переходить к демо. И я уже там вам продемонстрирую все, что вас может интересовать. Хорошо. Ну, интерфейс такой нехитрый. Опять же, за это прошу прощения. Не знаю как. Учитывая все чинжи, которые я делал, и все, что я делал на бэкэнде, мне показалось просто-таки чем-то несерьезным сидеть и верстать. Ну, как бы то ни было. Давайте посмотрим статистику относительно дефолт ветки. За вчера. Опа. Так. Ага. Прошу прощения, круси был. Время от времени падает. Сейчас мы попробуем... Точнее, не круси была сетка. Сейчас мы попробуем побороть сетку. Если же не поборется... Не, поборолась. Хорошо. Хорошо. Нет, не поборолась. А вот это обидно. Друзья, прошу прощения. Круси был не здоровится. И... Хорошо. Где-то тут у меня было... А... Вот, собственно, результаты предыдущего запуска. Они сохранились. Тут уже, извините, как бы круси был время от времени падает. Да, по сути, это такое самое узкое место и самая... Самая слабая часть этого прототипа. Это сам круси был. Вот. Хорошо. На данной страничке вы видите статистику за 14 декабря. А именно, вот эта циферка означает, что 6% кода было полностью проревьювано. Ну, опять же, что это значит? Это отношение коммитов с ревью, у которых статус closed, ко всем коммитам, которые аффектят каверидж на ветке default, сделанными за выбранный промежуток времени. Вот эта циферка следующая означает, что для такого количества коммитов, в принципе, было создано ревью. Ну, и тут дальше дополнительная статистика по поводу того, сколько коммитов, сколько аффектящих нашу ветку коммитов, сколько коммитов с ревью. Не густо. Вот, собственно, подробности по этому ревью. Здесь мы можем видеть все... Сколько людей участвовало в ревью, сколько людей комплитнули ревью. Зеленый цвет, это значит, комплитнули. А, и сколько времени эти люди потратили на ревью. Ну, плюс количество комментов и дефектов. Все это предоставляет нам вышепоказанные ссылочки. Детали по ревью нам предоставляет вот эта ссылка, и выглядят они... Даже не знаю, стоит показывать, не стоит. У меня, собственно, это все было открыто. Да, вот детали по ревью. Такой здоровенный-здоровенный ответ пришел. Ну, я не думаю, что это очень-очень интересно. Я думаю, каждый, кто захочет посмотреть вот такие картинки или XML-ки, тот сможет открыть Crucible API, ну и поупражняться в отправке запросов. Вот. Где я был? Хорошо. Посмотрим, что у нас на следующих вкладках. Ну, как типичный менеджерский вопрос. Ну, почему кавердж такой маленький? Потому. Отвечает нам на вопрос третья вкладка. Вот все коммиты, у которых нет ревью. Ну, так уж бывает. По разным причинам. Но это тоже вполне себе инструмент. Ну, это тоже сигнал для принятия решений. От меня хотят впоследствии, чтобы этот тул умел рассылать письма. Собственно, он уже умеет отсылать письма тому самому менеджменту, который хоть хотел видеть ответы на свои вопросы. Ну, впоследствии, я думаю, эта штука будет рассылать письма и юзерам, которые злостно не создают ревью. Хорошо. Ну, и последняя вкладка содержит такие уже общие статы по поводу того, какое количество людей и в каком количестве изменяли код в репозитории за выбранный промежуток времени. Какое количество времени было потрачено на прохождение ревью в среднем? per commit, то есть на один commit. Ну, и какое количество дефектов и комментов, в принципе, было оставлено в среднем на один commit за этот промежуток времени. Вот. Собственно, что значат эти цифры, я уже объяснил. Пожалуй, все. Если у вас есть вопросы, или если вдруг я что-то вспомню еще, да, пожалуй, все. Если вы хотите, можете позадавать вопросы. Если вы еще здесь. Опять же, я не знал, на чем больше сакцентировать внимание, на том, какие инициативы, ну и, собственно, какие процессы происходят в компании, вот, в частности, с этим Ableton Dashboard'ом, небольшие новости, которые я знаю про него, то, что этот инструмент вроде как будет переписываться. И, возможно, я буду участвовать в его переписывании, вот, собственно, с вот этим кодом, который я написал, для измерения ревью кавериджа. На этом все, дорогие друзья. Есть замечания, пожелания, вопросы? Ребятки, есть у кого-то вопросы к Алексею? Все было понятно? Та-да-да-дам! Ладно, окей, спасибо большое.